Ну вот, меня и перевели в новый 5D кинотеатр. Всего лишь 30 лет добросовестного труда и очередное повышение. Вы посмотрите, как здесь классно! Какая новая ковровая дорожка, декор. Даже цветок поставили. А еще, зацените, мне выдали конфетодетектор, чтобы никто со своими сладостями пройти в кинотеатр не мог. Ну и зарплата, между прочим, это повыше. Обожаю свою работу. Эх, заживем теперь с Галиной. И всем привет, с вами Кобяков, Серега, и вы на канале А4. Сегодня мы пришли в новый 5D кинотеатр, чтобы попробовать принести сюда сладости. Слушай, я этот, немного волнуюсь, хотя люблю кинотеатры, но сладости ни разу не проносил. Точно получится? Да 100%, я тебе отвечаю, я 100 раз такое уже делал. Тем более, знаешь что? Зрителям нравятся эти ролики, и они их поддерживают. А еще я обнаружил, что ровно год назад зрители сделали абсолютный рекорд канала под роликом, как пронести сладости в кинотеатр, было плюс 150 тысяч подписчиков. Это за один день подписалось? Да, и представляешь, как это много! Хотя... Слушай, мне кажется, это не так уж и много, 150 тысяч за один день. Ну, точнее, это, конечно, много, но я уверен, что наши новые зрители могут сделать еще больше. Ребята, везунчики с красными кнопками, вы, наши новые зрители, покажите, что можете сделать все 200 тысяч! Представляешь, 200 тысяч за один день нажмут на красную кнопку подписаться! Да нет, мне кажется, 150 тысяч это максимум. Да нет, это реально! Новые зрители, давайте докажем Кубикову, что это возможно! Прямо сейчас спускайтесь вниз под ролик и нажимайте на красную кнопку подписаться. Ребята, вы потенциальные чемпионы! Ну, а мы будем показывать свое чемпионство в проносе сладостей. Погнали! Для начала предлагаю пронести взбитые сливки. Офигеть, я же их обожаю! Только как мы их пронесем? А, ну я же сегодня одел крутую, большую, кофту новую. Может, это получится спрятать сюда? Один сюда, второй сюда. Не-не-не, Серега, здесь так не работает. Смотри, кинотеатр новый, а это что значит? Что? Ну, это значит, что там еще всякие проверки, пожарные там, милиция, санстанция. И к чему ты клонишь? Мы нарядимся в пожарных и придем в кинотеатр с проверкой. Только как мы пронесем эти сливки? Хочу представить вашему вниманию свое изобретение-огнетушитель. Так он же не похож на обычный огнетушитель. Правильно, потому что это инновационная технология. Мы зальем сливки сюда и все, и пронесем в виде огнетушителя. Мне нравится. Давай заливать. Ну что, пошли быстрее переодеваться. Я хочу еще на трейлеры успеть. Пожарная проверка, всем оставаться на местах. Как пожарные не говорят? Здравствуйте, мы пожарная инспекция с проверкой. Здравствуйте. А что это за проверка? Меня не предупреждали. Вообще-то плановая проверочка. Вот вижу первое нарушение. Где ваш огнетушитель? В смысле, где? Вот огнетушитель. Попахивает штрафом. Товарищи пожарные, вы же нормальные ребята. С вами всегда можно договориться. Может это, без штрафа как-нибудь? Все, пойдемте. Кстати, а что у вас за огнетушитель такой? Я в школе отличником по ОБЖ был, но вот таких никогда не видел. Дайте-ка посмотрю, может такой же в кинотеатр поставим? Подождите, подождите, это инновационная вещь, ноу-хау. Ого, ноу-хау, не хау. А дай тебе его назад. Да я же просто пос... Что это? Это пена? А с каких это пор у нас огнетушители сладкие? Это что, взбитые сливки? Вагом. А я так и знал, что вы не пожарная. Вы просто хотели сладости в кинотеатр провести. У меня первый рабочий день, вы что, офигели? А ну-ка, пошли вон отсюда. Серега, а я показывал тебе свой диплом? Нет, а у тебя что, есть диплом? Конечно. Ну, круто, ладно. Я вообще тут способы для проноса в кино ищу, не отвлекай. Серега, да ты присмотрись, прочитай. Выпускник МКГУ имени Твикса. Что-то я не слышал о таком универе. Есть такой универ для тех, кто любит сладости в кинотеатр проносить. Буквы не настоящие, а из печенья. Я их из йогурта достал. Ничего себе. У меня там еще костюм выпускников есть, так что это точно сработает. А мне такой сделаем? Конечно. Погнали. О, у кого-то сегодня праздник. Да, вот, учились 5 лет в институте, решили отметить выпускной, в кино сходить. А на кого учились, ребята? Да вот, на, сами посмотрите. Что-то я плохо видеть под старость начал. Сейчас посмотрим. Выпускник МКГУ имени Твикса. Это что за универ такой? Слушай, дядя, ты тут не приставай. Какой бы вы взяли, такой и пошли. Вот, молодежь пошла. Лишь бы легкой дорожкой все пройти. Сейчас, подождите. У нас это, новый вид проверки. В курсе о таком? Нет, нет. А, вот оно-то и видно. Вы же технологиями не увлекаетесь. Опа, руки вниз. Ха, шучу, вверх. Ха-ха-ха-ха. Оп, на. Ага, ничего нет, проходи. Да у нас ничего нет, мы на пятерке только учились. А ты что? Билеты. О, все хорошо, проходите. Конечно. У имени Твикса, что за университеты пошли? Закончили бы лучше БГУ. Билетерский государственный университет. И звучит аристократично. За меня Галька замуж сразу вышла, потому что БГУ закончил. Классно мы его все-таки обдурили. Вот что значит высшее образование. Согласен. Серега, ты что делаешь? Да это я решил перестраховаться. Вдруг не сработает и дипломы заберет. А это кисточки из желатинок. Кисло-соленые. И мне тоже такие сделал? Угу. Классно. Блин, Кобяков, ты такие классные способы придумываешь. Можно я попробую? Ну, давай, покажи, чему ты научился. Смотри. Мы же можем одеть камуфляжную форму и пройти незамеченными. В ней же никого не видно. Это камуфляж. Блин, Серега, ну ты уверен? Я же вот вижу сейчас камуфляж. Да потому что он еще не работает. Он работает, когда его надеваешь на себя. Ну, окей, а сладости куда ты спрячешь? А, сейчас покажу. Мы принесем конфеты. Они зеленые, а значит, они подходят к камуфляжному костюму. Ну, давай ты сам одевай свой костюм, а я со стороны посмотрю. Да пожалуйста. Здрасте. А ну-ка, стоять. Что так быстро? Я не понял. Сладости не несем? Нет, конечно. А, знаю я вас, молодежь. А ну-ка. Ничего нет, что ли? Нет. Не тут, не тут. А ну, карманы выворачивай. Да ну, ничего не несешь? Нет. Ну, ладно, проходи. Хотя, я тут постою, воздухом подышу, сеанс же еще не начался. О, а это что за чудо? Голова летающая! Офигеть! Реально работаю. Что это такое? На, 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 на! Еще и с конфетами! Офигеть! Это же мой страшный сон! А ну! А, все, все, все! Да вы что, молодежь? Думали я в ваших тиктоках изъезжу трендов не знаю. Так я же невидимый. Рассмешили деда. У тебя хоть билет с собой есть? Билета нет. Ну и все, проваливай тогда. А ты маршмэллоу проходи. Ну ты не расстраивайся, Серега. Кто же знал, что она этот фокус с камуфляжем раскусит? Да, не очень получилось. Ладно, забей. У меня есть еще одна очень крутая идея. Смотри, Серега, это не просто кукла, это целый термос. Вот трубочка. Из головехи торчит. А вот бак. Сейчас зальем сюда спрайт. Прямо в пузо? Да. Вот это гениально. Готово. И теперь самое главное. Ребенка же нужно чем-то кормить. Возьмем молочный коктейль. Ну не тебе, а нам. Это, конечно, прикольный способ, но откуда у нас ребенок? Это как-то странно. Не украли же мы ее из детского сада. Спокойно, Серега. Я это предусмотрел. Ну все, Сережа, видишь, у нас с тобой молодая семья. Ну что, не пойдешь ради проноса сладостей? А? Пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вот, пожалуйста, держите. Ваши места 5, 6, 7 слева. Ух, какой милый ребенок у вас. А как зовут? Спрайт. Это у нас фамилия Спрайт. А зовут Ирочка. Ира Спрайт? Американцы, что ли? Русские? Эээ, вы что? Русские, русские. А вы вообще в курсе, что у нас сейчас фильм ужасов? Сеанс не детский. Мы глаза закроем ей. Ну понимаете, у нас очень странный ребенок. Она засыпает только под фильмы ужасов. О, знаю, знаю. Это молодежь сейчас современная, да? Да, да, да. Тиктоках не сидит? Какой тикток? Мы даже телефон не купили. Понял. Проходите. Спасибо. А ты стой. Тебя проверить надо. Ну я проверялся недавно, ездил в центр. Ага, проверялся. Сладости не проносишь? А, нет. Ну все, проходи. Хорошо. Ира Спрайт. Вот поназываю детей. Вот у меня Сидоров Иван Викторович. Пацаном растет, а это кем будет? Как ее мама. Ну что, сработало? Серега, ну если что, в следующий раз ты мама. Нет. Что-нибудь другое придумай лучше. Отлично идем, Серега. Ха, согласен. Только способов становится все меньше и меньше. Ты мне тут сказки не рассказывай, я еще миллиард способов знаю. Кстати, о сказках. У меня тут возникла одна идея. О, смотри. Что это? Ну ты что, не понимаешь? Это же лампа Аладдина. И туда мы будем засыпать МНДМС. Крутая идея, Серега. Слушай, ну а кем мы будем? Ну как кем? Ты, например, можешь быть Аладдином. Ну окей, если я Аладдин, то кто тогда ты? Отлично выглядишь, Серега. Главное, держи образ. Тогда милитер точно ничего не заподозрит. Ого! Это что, ковер летающий? Ага, здрасте. Здрасте, здрасте. А вы какими судьбами в кинотеатр? Да вот у нас ковер-самолет разъедился. Нам на подзарядочку бы его поставить. А пока вот решили фильм посмотреть. Обалдеть. А где ваши билеты? Абу, билеты. Пожалуйста. Спасибо, Абу. О, круто. А в лампе у вас что? А ну-ка, давайте, показывайте. Мужчина, в лампе волшебный джинн, и его трогать нельзя. Можно только загадывать желание. О, правда? А можно я одно загадаю? Ну давайте, только если одно. Хорошо. Дорогой джинн, пожалуйста, сделай так, чтобы люди, которые приходят в кинотеатр со сладостями, больше так никогда не делали. Я треть своей зарплаты на психотерапевта трачу. Как они меня достали, я их всю жизнь ловлю. Вот бы ты знал, как бесить эти сладкоежки. Ни дня спокойно прожить нельзя. Неужели я не заслужил спокойной жизни до старости лет? Блин, Кобяков, да слез, жалко его. Ну да, мы мерзавцы с тобой. Знаешь что, господин билетер, лампу, пожалуйста, отдайте. Мы перед вами искренне извиняемся, нам нужно на чаепитие. В кино не получится сегодня. Ага, понял. Ну вы, может, это, хоть немного фильма посмотрите? Вы же билеты уже купили? Да нет, в следующий раз приедем. До свидания. До свидания. Так, погодите, я же мог и миллион долларов загадать. Хотя, блин, кем бы я тогда работал? Было бы скучно, а так, работа интересная. Блин, Серега, ну реально какие-то жестокие. Столько неприятностей человеку приносим. Я предлагаю, наконец, взять и честно купить еду в буфете. Ну не знаю, Серега, сомнительная идея. В прошлом кинотеатре, например, все было невкусное и очень дорогое. Но это был прошлый кинотеатр, а может быть в этом все будет очень вкусно и недорого. Ладно, хорошо, согласен, но если будет очень дорого, то с тебя попкорн. Окей, по рукам. Погнали. Погнали. Ты чек взял? Да. Все, пошли. Так, 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 здрасте, молодые люди, что это мы тут забыли? Здравствуйте. Вот, купили у вас в буфете еду, кино смотреть идем. Ага, что вы мне тут рассказываете? Ну, запах-то не из нашего буфета, алло. Нашли похожую упаковку, как с нашего кинотеатра, засунули свою еду. Ага, что, я не понимаю, браво, браво. Ну, я вас раскусил. Это, вообще-то, ваша еда. Вон, даже чек есть. Ага, вы знаете, сколько лет я в разведке работал? Сейчас мы посмотрим. Опа, первый, второй. Ага, подделка, все подделка, это все подделка. Вон, смотрите, у меня вот, вот что есть. Это конфета искатель. Включаю и погнали. Здесь тишина, тишина, и тут... Блин, тоже тишина. А здесь... А я-то думаю, что сегодня за день такой? Нарушителей мало. А тут подсунули какую-то китайскую болванку. Вы что думали, я вас не раскусил? Я вас раскусил. Товарищ билетер, ну как-то обидно. Мы реально деньги заплатили за это. В вашем буфете. Ага, кому вы рассказываете? Пошли вон. Так а мы уже билеты купили. Ничего, я не знаю. Сдадите обратно. Ну капец. Пошли. Не в мою смену. Кот, конечно, дед сумасшедший. Мы первый раз решили вот так вот по-честному купить все в буфете, пройти, ао. Все, больше никакой честности. Вообще, нет. Да уж, ну и погодка сегодня. Серега, там что, ливень пошел? Да нет, солнышко. А что ты тогда в таком виде? Это для нашего проноса. Держи, я тебя тоже взял. Не понял. Ну смотри, ты что ешь? Сахарную вату. А на что похожа эта вата? Ну, не знаю, на обычную вату. Это похоже на облако. Ну и как это нам поможет? Притворимся, что нас преследует аномальная туча. Погнали, покажу. Ну погнали. Прикольно ты, Серега, шарик закрафтил. Гелем накачал. Главное, чтобы леска не порвалась. Ну что, погнали? О, здрасте. Здрасте, здрасте, это что такое? Да это погода такая сегодня на улице. То солнце, то дождь сильнейший. А это вообще, видите, туча какая-то аномальная за нами привязалась. Так, солнечные же передавали. Так я же вам и говорю, аномалия. Я же это, в охотниках за привязениями видел, они там пылесосом аномалию сосут. А ну-ка, стойте здесь, сейчас разберемся. Да не надо пылесос. Фух, хорошо, Светка, упорщица ставила. А ну, проваливай! Не понял. А ну-ка, это ж не аномалия, это ж сладости. Вы что, сладости в кинотеатр решили пронести? Я за пылесосом бегал из-за вас. Давайте, давайте, чтобы вас тут не было. Блин, капец, Серега, такой план крутой обломался. Да ладно, не расстраивайся ты, у меня есть новый план. Давай переодеймемся в крутых айтишников. Ну знаешь, они такие всегда деловые ходят с ноутбуками, всегда в работе, там что-то печатают. Ну, допустим. А сладости куда спрячем? Сейчас покажу. А тебе ноутбук и мне ноутбук. Не понимаю, и куда тут прятать сладости? Эй, ладно, пока ты додумаешься. Хэ, вот, держи. Ну, мышки, обычные мышки. И что тут такого? Кобяков, они же из шоколада, посмотри. Реально? Офигеть, ты где такие нашел? Ну, заказал там в одном месте. Ну все, берем ноутбуки и проносим сладость в кинотеатр. О, здравствуйте, молодые люди. Что за стильные ребята у нас? Ваши билетики? Ага, держите. Что за люди пошли? Не здравствуйте, не до свидания. С билетами-то все в порядке, а чем вы вообще занимаетесь? Вы не понимаете, мы зарабатываем настоящие деньги, мы айтишники. Да, мы билеты показали? Показали. В чем проблема? Айтишники, это хорошо. У меня как раз просьба к вам есть, мне племянник это. Все, дай. Телефон подарил, тут кнопок нет. Я ничего и не нажать не могу, отвалили что ли? Посмотрите. Ладно, давайте. А, это шоколад, милка. Вы что думали, я вас не спалю? Я потом вижу, вы не айтишники. Шоколад не виноват. А может у вас еще и ноутбуки из шоколада? А ну-ка, дай-ка я посмотрю. Не-не-не, ноутбуки из шоколада. Все, мы поняли, до свидания. До свидания. Казалось бы, айтишники, миллиардеры, дома себе покупают, ракеты в космос отправляют, а просто сладости в буфете купить не могут. Слушай, Серега, есть еще один способ, который я не понимаю, почему мы ни разу не использовали. Смотри, есть же сладкие грибочки. И кем мы будем? Прикинемся, грибниками. Возьмем ведра, насыпем туда грибы и пройдем в кинотеатр. Ну, должно сработать. Михалыч, я вчера таких лисичек нажарил, что тебе просто вкус не передать. Ха, ну ты, Иваныч, насказал. Твои лисички с моими боревиками не сравнятся. Так, здравствуйте, молодые люди. Вообще как? Здравствуйте, просто люди. Здравствуйте, здравствуйте. А что это вы курточку в гардероб не сдали? Да, мы только с леса. Куртки других посетителей пачкать не хотим. Грибы собирали. Это правильно. Грибы? Так это, я же в международном чемпионате сбора грибов участвовал. Сейчас, даже фотка есть. Так это я с Галей, это я с мамой. О, она. А? Ого! Ого! Первое место. Фух, да вы настоящая легенда. Такому только завидовать и завидовать. Видите, это я для вас легенда, а для других легенда это в тиктоке этот. Кобячков. Кобяков. О, вы тоже знаете? Да. Ага. Ну это, молодые, точнее, просто люди. Билеты-то есть? Ха, конечно. Ну что, держите. Ну если что, съедой в зал нельзя. Поэтому давайте, грибы тут оставляйте и едите. Так они же сырые. Кто сырые грибы ест вообще? Ими отравиться можно. Ну да, ну да. Справедливо. Ладно, проходите. Пойдем. А что же вам? Хорошие, как говорится, клевки? Ага, а вам дождя. Грибного! Вот блин, забыл спросить, где они такое место с грибами нашли. У меня шутку скоро, я тоже по грибам схожу. Ну ничего себе, Сережа, у нас получилось. Мне кажется, этот способ достоин лайка. Видали, как деда заскамели? В образах деда. Как же мне нравится, Серега, придумывать всякие новые способы. Да, мне тоже. И знаешь, что я придумал? Что? Ну, вот я думаю, как мы до сих пор не придумали способ, чтобы заставить билетера просто нас пропустить? Просто так. Ну и к чему ты клонишь? Есть у меня одна идейка. Я тебе по пути расскажу. Погнали. Какая-то странная затея. Ты уверен? Да уверен, сто процентов. Ты же знаешь, у меня прирожденный дар убеждения. Я за пять минут проверну дело. Все, жди меня здесь. Окей. О, кто ты? Так, у меня мало времени. Мне нужно тебе срочно кое-что рассказать. Я твой внук из будущего. Какой внук из будущего? Как это возможно? Еще как возможно. Почему ты отец, как и я? Потому что в прошлом мой дед, то есть ты, совершил рокобою ошибку и не пропустил ребят со сладостями. Именно в этом месте, именно в это время. Так и что? И это повлияло на судьбу всей нашей семьи. Мой отец стал билетером, я стал билетером. Так и что? Это плохого? Что это плохого-то? Целая династия. Ты что, сам не понимаешь? Если ты пропустишь сегодня ребят, то ты станешь директором кинотеатра. Что лучше, директор кинотеатра или билетер? Ну да, директором, конечно, круто, но почему я должен тебе верить? Может, ты меня обманываешь? А ну-ка, удиви давай. Ты до сих пор перед сном носишь ту самую пижамку с изображением... Тихо, тихо. Не кричи. Пикачу. Ты как узнал? Расскажи еще что-нибудь. Все, я тебе и так слишком много рассказал, у меня больше нет времени. И не забудь пропустить ребят со сладостями. Не понял, а почему мой внук такой толстый? Нужно это, сыну-невесту получше выбирать. Кобяков, ты уверен, что мы пройдем так в открытую? Можешь не сомневаться, все сделано правильно. Пойдем. Окей. Здравствуйте. 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 Со сладостями. А что, вы в кинотеатр сегодня пришли? Ну да. Пиле это можно не показывать, у нас сегодня целый день кинотеатр бесплатно показывает. Реально? А еда? Еда это отличный выбор. Что, у вас тут чипсики, сладости, да? Так это мы не в буфете купили. Ничего страшного, я все понимаю. Наценка, дело такое, не надо переплачивать. Вот вам еще попкорнчик. Проходите. Спасибо. Пойдем. Вы что, не подставляете нас? Не-не-не, иди-иди-иди. Кобяков, ну не ожидал, не ожидал. Он такой доверчивый. Это все потому, что работает профессионал. Вообще красава. Мне кажется, даже можно написать комментарий под роликом. Хэштег 2 деда. Новый тренд придумал. Слушай, я, походу, придумал такой способ, когда я смогу сходить с тобой в кино, не вставая с этого места. Как такое возможно? Ну, мы же живем в 21 веке. Век технологий и роботов. Не, ну конечно, я, Серега, умный, но чтобы робота изобрести, не, это все-таки тяжело. Кобяков, все проще простого, смотри. Ну вот, получился робот на колесиках. Вот здесь будет планшет, а это руки и ноги. Я звоню тебе на планшет, сижу здесь, ем вкусняшки, и в то же время и иду с тобой в кино. Ну, то есть не я, а робот. Ну, это все, конечно, очень хорошо. А как я вкусняхи принесу? А это доверь роботу, его точно не заподозрят. Слушай, ну, современно. Давай попробуем. О, вроде работает. Серега, привет! Ну что, погнали! Здравствуйте! О, мамочки! А это еще кто? Добрый вечер. О, здрасте. А это что еще? Век технологий. Это мой друг Сергей. Что это, он у вас в компьютере еще и цветной? Да я не в компьютере, я дома. Просто сами понимаете, у меня много тел было домашних, и... но я пообещал другу сходить с ним в кино. Вот и нашел такой способ. Пффф, нифига себе! Как это необычно! Все равно не пойму, как вы человека в такой маленький телевизор запихнули. Да что вам объяснять? Так все сейчас делают. Новый век же. Технологии. Да я все понимаю! Вы что думаете? Я старик какой-то. Я с технологиями и на ты. У меня, знаете, как телевизор связь ловит? Со спутника. Сын провел. Ага. Ого! Ладно, все, показывайте билеты и проходите. Так, держите. И за робота тоже. Место же занимает. Ага, проходите. Не, ну я в шоке вообще, если честно. Ой, даже сладости забыл проверить. С другой стороны, этот же компьютер все равно ничего не ест, кроме времени и электричества. Все нормально. Я же говорил, сработает. Сейчас вот еще пиццу закажу. Блин. Ну все, смотрим фильм. Ага, только сладости сейчас из тебя достану. Нормально Серега придумал. Слушай, Серега, я тут недавно кино смотрел, где одному волшебнику сова доставляла почту. Круто. А что если мы так же сделаем? Ну и где ты возьмешь сову? Да пыльк на эту сову. Мне кажется, любая птица с этим справится. Даже игрушечная. Что? Так, все, готово. Пульт при мне. Погнали. Билеты не забыл? У тебя же. Ага, точно. Здрасте. Здрасте. Как же билетики? Как быстро, а? Да мы не первый раз в кино. Так, сладости показываем. Ничего нету. Вообще ничего. Странно. Молодежь без сладости идет. Первое вижу. Соблюдаем правила кинотеатра. Я вообще дома поел. Уважаю. О, пюрешку с котлеткой. Уважаю! Проходите. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Кстати, вы можете мне дверку оставить приоткрытой? А тут душно у вас там. Ну ладно, желание клиента, закон. Оставим открытую. Все, спасибо вам. Не за что. Ну ладно. Ксалось бы, новый календарь поставили. Что они вот думают? Ну что, запускаем? Давай. Что за звук такой? Кабану приедет. Опа! А ну-ка, стоять! Стой! Алло! В наш кинотеатр с животными и птицами нельзя, ты понимаешь? Опа! А это что такое? Киндер сюрприз! А, так ты надрессирована. К хозяину прилететь собралась, да? Ладно, мы сейчас киндер сюрприз исправим. Что-то долго летит. Я не знаю, вроде летит. Ну, а теперь птичка, лети. Полетело. Отрывай. Класс! Реально не заметил этот дед. Открывай, открывай, открывай. Фильм начался. Слушай, давай сперва игрушку посмотрим. Ну давай. Ну я понял. Игрушки нету. Что за текст? Пошли вон отсюда. Ну, что непонятного? Пошли вон отсюда! А, что вы? Вы тут свои шоколадные яйца проносите и думаете меня надурить? Забирайте эту птицу и вы выматываетесь. Что ли, напачкали здесь все? Молодежь. Смотри, что придумал. У тебя что, унитаз засорился дома? Да нет, все нормально. Ты что, не видишь? Ну, вижу, вантузы. Кобяков, присмотрись. Серега, я бы не стал на твоем месте этого делать. Да это не настоящие вантузы, это же леденцы. А, нифига ты придумал. Да, и мы притворимся сантехниками. Опа. Ничего себе! А здесь у меня инструменты. Они что, шоколадные? Да, именно так. Не, ну Серега, ты учишься прямо на глазах. Все, погнали переодеваться и пройдем в кинотеатр. Погнали. Действуй уверенно. Здрасте. Так, а это вы куда? Как куда? У твоего начальника там труба протекает, сейчас через 5 минут весь кинотеатр зальет. Всем пипец будет. Так как начальник? Меня никто не предупреждал. Проходите. Чемодан проверять будешь? Так не буду, а проверять 5 минут осталось. Давайте, давайте, мужики! И это, соседний зал проверьте. Там после мелодрамы люди целую лужу наплакали. Офигеть, это сейчас я что-то начальника не подставил. Может, бы меня уволил сразу? Всегда нужно быть бдительным. О, да, конечно, мы с тобой уверенно прошли. Ну и денек сегодня. Кстати, мне очень понравилось проносить еду в кинотеатр. С крещением, как говорится. Ну а если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. И с вами был Кобяков, Серега. Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летать.